Видновский дворец спорта уже давно стал традиционной площадкой для проведения различных состязаний по боевым искусствам. В этот раз он принимал сразу четыре спортивных мероприятия. 12-й Кубок России, открытые соревнования Федерации Сюкотан города Москвы, Всероссийские соревнования и Кубок России среди ветеранов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, организаторы постарались сделать все, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне. Я выступаю на России второй раз, очень сильно нравится, судейские коллеги нравятся. И вообще организаторы нравятся. И соперники, то есть дружный коллектив. Вячеслав Волокжанин занимается боевыми искусствами более 35 лет. Он приехал из Санкт-Петербурга и на Кубке России среди ветеранов представлял Федерацию Крате Ленинградской области. В этот раз ему удалось занять только второе место, но спортсмен не расстроен. Ребята были прекрасные, замечательные, много регионов интересных, много новых людей здесь. Поэтому я думаю, это победит сильнейший, пускай побеждает сильнейший. Здесь нет досады никакой. Здесь радость за товарищей и радость за себя. 917 участников, 128 команд, более чем из 30 регионов России, вышли на татами за 4 дня. Основные поединки прошли в дисциплине Сюкатан-Кумите. Многие участники отмечают, что ограничения, связанные с пандемией, неожиданно оказали позитивное влияние на ход соревнований. Все в масках, нарушений вроде бы нет. Участники, я даже считаю, что хорошо, что родители отделили, потому что участники сейчас более самостоятельные. На них никто не давит сейчас, они вот выходят и спокойно все делают. Соревнования по Сюкатан-Ката больше похожи на танец. Здесь необходимо продемонстрировать последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Евдокия Петрова приехала из Рязани. Ей 9 лет. Из них 5 она занимается каратэ. На соревнованиях Евдокия получила серебряную медаль, но полна решимости работать над собой. Первое и второе – это маленькая разница. То есть я могу потренироваться еще и сделать следующий раз лучше. В рамках мероприятия также прошли аттестационные судейские семинары и квалификационные экзамены. Кроме того, здесь состоялись показательные выступления дисциплины Вьет-Во-Дао. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.